В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили поражение двух малых десантных катеров Черноморского флота Российской Федерации. Речь идет о катерах класса «Серна». По данным ГУР, на судах находился экипаж, а загружены они были бронированной техникой, в частности БТР АМИ-82. Также корабли этого класса Россия активно использовала для переброски военной техники и десанта во время оккупации острова Змеиный. Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 для мобильного прикрытия своей группировки в Черном море. В Донецкой области силы обороны Украины продолжают отражать штурмы Авдеевки. Уже месяц россияне пытаются захватить город, но несут лишь тяжелейшие потери. За это время только в живой силе они потеряли 10 тысяч человек, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины. За это время наши войны уничтожили более 100 вражеских танков. 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около 10 тысяч человек. Спасибо бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПЛА, медикам, каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку. Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная память и честь. Слава нашим героям! Слава Украине! Валерий Заужин, главнокомандующий вооруженными силами Украины в Телеграм. Всего на Авдеевском направлении силы обороны Украины отразили 21 атаку российских оккупантов. Напряженной остается обстановка и в районе Марьинки. Здесь отбито 13 штурмов противника. Почти по всей линии фронта россияне активно применяют авиацию, но территориальных успехов добиться не могут. Также силы обороны отражают атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском и Запорожском направлениях. В то же время украинские силы продолжают вести свои штурмовые действия на Бахмутском и наступательную операцию на Мелитопольском направлениях. Выбивают противника занятых позиций на юге, в том числе бойцы Национальной гвардии Украины, на видео работа аэроразведчиков 11 бригады имени Михаила Грушевского. А это кадры ликвидации командира роты российских оккупантов и экипажей беспилотников Донецкой области. Постарались бойцы авиационного подразделения Национальной полиции Украины. Также они уничтожили мобильное средство радиоэлектронной борьбы россиян. Общие потери путинской армии вторжения за сутки, по данным украинского генштаба, составили 800 человек. Также ликвидированы 16 ствольных и реактивных артиллерийских систем и десятки другой военной техники россиян.